Здравствуйте! В эфире программа «Будь» о православии и о нашей жизни. В студии журналист Белла Засецкая, в крещении меня зовут Мария. А у меня в гостях Татьяна Николаевна Седунова и Анатолий Юрьевич Рябов. Приветствую вас! Сегодня мы решили вспомнить о нашем замечательном земляке Иоанне Кронштадтском, его родине, удивительном месте в нашей Архангельской области, селе Сура, Бенежского района. Имя святого и название его родины наверняка у многих из нас, что называется, на слуху, поскольку минувшим летом в Суре проходило по-настоящему выдающееся событие – масштабные торжества, посвященные 25-летию прославления Иоанна Кронштадтского в лике святых. Маленькое северное село Сура принимало у себя самого святейшего патриарха Кирилла и три тысячи гостей, которые приехали со всего мира. География, откуда прибыли в гости, впечатляет. 450 священнослужителей из 21 страны мира – России, Австралии, Бразилии, Чили, Пакистана, США, Канады, Франции, Сирии, Италии, Великобритании, Индонезии, Эстонии, Узбекистана. И все эти люди – из приходов, носящих имя Иоанна Кронштадтского. И они называют себя Иоанновской семьей. Конечно, это событие связано прежде всего с личностью отца Иоанна. Удивительно, к его фигуре еще при жизни было приковано внимание буквально всего мира. Процитирую современного американского историка, православного исповеданию Мэйтю Нейми. Он пишет. Сейчас, век спустя, трудно представить себе, какова была слава и всемирная известность святого Иоанна Кронштадтского. Он был самым известным православным священником в мире. О нем писали все крупнейшие газеты – New York Times, Chicago Tribune, Washington Post. Издание «Айдаха Эвилыч» посвятило ему почти всю первую полосу. Газеты «Висконсине», «Орегоне», «Огайо», «Джорджия» писали о совершаемых им чудесах. В «Бостон-Глоб» его называли «Некоронованным Папой Русским». Его дневник «Моя жизнь во Христе» был переведен на английский, и тираж разошелся по всей Америке. Для множества американцев святой Иоанн символизировал православие как таковое. Вот такой взгляд со стороны Соединенных Штатов Америки, в который, кстати сказать, существует несколько православных приходов в честь отца Иоанна Кронштадтского. У нас же с вами есть удивительная возможность увидеть батюшку не со стороны, а очень близко, словно заглянуть в его душу, прикоснуться к колыбели святого, его родине, Сури, которая стала этим летом центром притяжения для очень многих. И сегодня в гостях у нашей программы уроженцы Пинниги и участники Иоанновских торжеств в Сури Анатолий Юрьевич Рябов. Помимо своей основной деятельности много лет, по велению души, занимается созданием видеофильмов о святынях Пиннижской земли. Фрагменты его съемок мы уже видели в начале нашей программы и посмотрим сегодня еще. А Татьяна Николаевна Седунова – одна из главных организаторов Иоанновских торжеств. И первый свой вопрос я адресую Анатолию Юрьевичу, поскольку он самый, что ни на есть земля, к Кронштадтскому родился и вырос в Сури. Анатолий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о ваших корнях, ну и вспомните ваше детство в Сури. Ну, родился я в Сури, но жил и до школы в поселок Шуйга, это недалеко от Суры, всего 7-8 километров. Суру я очень в молодости маленьким очень хорошо помню. Жил там я до 7 лет, потом всей семьей переехали в Архангельск и до сих пор здесь я нахожусь. Но Суру, был период, когда я вообще не посещал Суру ни разу. А спустя 10 лет, как мы уехали оттуда, это когда мне исполнилось лет 17-18, я побывал там. Конечно, было удручающее состояние увидеть село такое немножко уже как бы сероватое. Хотя маленьким я помню, это было просто солнце. То есть до 7 лет я помню Суру как солнце, там постоянно зелень, постоянно солнце, какие-то праздники. Ну, наверное, детство такое вот веселое было у меня. А вот попозже приезжал, уже было как бы грустновато видеть Суру. Но я думаю, что сейчас она благодаря все-таки батюшке Иоанну Кронштадтскому, о котором я узнал очень случайно, что это оказывается наш земляк, святой, узнал я случайно. Просто, когда я пришел к вере, мне кто-то из знакомых сказал, что ты знаешь, что Иоанн Кронштадтский, это твой земляк, где ты родился. Я говорю, да. И вот меня побудило это начать как бы искать материалы о Иоанне Кронштадтскому. Я заглянул в интернет, набрал Иоанна Кронштадтского и вот вышел на книжку его «Моя жизнь во Христе». По большому счету, я думаю, я сейчас уже анализирую и думаю, что Иоанн Кронштадтский меня по большому счету привел к вере. Потому что я там вычитал в его книге какие-то вещи, которые мне дали ответ на вопросы, которые меня до веры мучили. Это есть ли жизнь после смерти и прочее, прочее. И вот он своей книгой мне ответил на этот вопрос. И мне захотелось сделать что-то такое, чтобы он и так-то был прославлен, прославляется, да, и еще что-то о нем рассказать вот своим знакомым, близким. И случилось так, что у меня появилось какое-то видеооборудование. И я решил вот снять фильм о именно родине Иоанна Кронштадтского, село Сура, где он родился. И вот какие-то кадры вы уже видели. Но я думаю, что еще, если кто захочет, вы можете посмотреть этот фильм. Но у вас не один же фильм, да, о Суре вышел? Два фильма вышло, да. Первый – это Сура «Родина моя». И второй фильм – Сура «Благословенное возрождение». И сейчас готовится третий фильм. Ну вот как раз об этих событиях, которые были в 25-летии канонизации Иоанна Кронштадтского. Все съемки сделаны, сейчас пишется сценарий, и там уже, может, выйдет когда-нибудь этот фильм. Но все мы это делаем благодаря только молитвам Иоанна Кронштадтского, Богу. И все за свой счет после рабочего времени как-то вот умудряемся там, собираемся, пишем, монтируем. И слава Богу, пока все идет. Ну а вообще поездки в Суру, они стали традицией для вас? Для меня сейчас, да, когда я пришел к Вере, я практически ежегодно, каждое лето, летом только могу вырваться, потому что там какие-то отпуск удается на недельку себе сделать. Ну сейчас я буду уже, я уже на пенсии, но все равно летом только иногда приезжаю. И просто приезжаю на родину, всегда беру с собой или видеокамеру, или фотоаппарат. Я обязательно какие-нибудь съемки делаю, что-нибудь снимаю, и потом это идет все в фильме. А вот ваше ощущение, как меняется Сура на протяжении вот этого периода, последних лет, как вот она оживает? Какое у вас ощущение есть этого? Вот я и говорю, что маленьким, когда я был, до седьмого класса, это было солнце. Там люди, такое ощущение, что люди жили, работали, радовались этому всему. Потом настал тот период, когда было плохо. Но сейчас я заметил, что вообще Сура и вот ближе от Карпогор по этому берегу деревни, они очень мало кто вымерли в этой деревне, они до сих пор выжили, выжили, да, живут в этой деревне. Это удивительно, я думаю, что это благодаря вот нашим святым, которые молятся за эти места. Это Отрак Артемий Веркальский, Иоанн Кронштадтский. И слава Богу, люди сейчас и правду как-то стали лучше жить в тех местах. И я думаю, что в Суре, когда она возродится, это будет очень хорошее место для паломников и для самих же сурян. Татьяна Николаевна, ну вот к вам тоже вопрос, поскольку вы тоже родились в Пеничском районе. Да, я родилась, выросла и живу в Пеничском районе. И в Суре я достаточно часто езжу. И мое первое воспоминание вот о Суре вообще, вот как я впервые увидела, когда отдыхала в всеми любимом месте отдыха, это пионерская здравница под названием «Космос». К сожалению, его сейчас нет в селе Сура, вот в Засурье. А это какой год был? Это 70-е годы, это был 76-й год, 77-й, 75-й год. Вот, это мое первое знакомство с Сурой. Что меня тогда удивляло? У меня, когда я впервые увидела такой белокаменный храм Успенского собора, Успенский собор, тогда в нем располагался Дом культуры, ну вот, магазин «Космос», который тоже располагался в здании, в монастырском здании. Вот, мы бегали из лагеря, вот, ходили мимо этих, вокруг этих белокаменных строений. Конечно, они такие величавые, большие, с высокими окнами. Конечно, это нас удивляло. Ну, и уже потом, более в таком сознательном возрасте, я приехала в начале 80-х на практику в Дом культуры, который как раз и располагался в Успенском соборе. И тогда вот я стала задавать первый вопрос. От этого я не слышала имени Иоанна Кронштадтского. О нем было не принято говорить, о нем не говорили, не рассказывали. Но, когда вот, войдя в это здание уже на работу, конечно, интересно, а что это за храм, в честь кого он и кем он был построен. Вот тогда я впервые уже услышала о Иоанне Кронштадтском, хотя это были совершенно небольшие сведения. И еще я жила в Суре в доме, где вот у меня подо мной, вот на первом этаже жил учитель Иван Васильевич, который мне и рассказывал о Иоанне Кронштадтском. Но потом как-то время закрутилось, оно немножко отодвинулось. И в начале 90-х, когда был благословен в Веркалу первый священник, отец Иоанн, вот тогда всерьез, как о святом, о великом святом, вот батюшка стал нам рассказывать. И я помню, мы с ним приехали в Суре, когда только-только создавалась в Суре община, вот из местных жителей, и как его люди встретили, как мы ездили к источнику у Николы на тракторе. И вот тогда я начала задумываться, кто он, наш земляк, о котором вот батюшка говорит, да вы что, Таня, о нем же знает весь мир. Он был канонизирован Русской Православной Церковью за рубежом. И вот то, что происходило в этом году, в 15-м году, это еще раз подтвердило то, что мы к своему стыду земляки о его земных трудах практически ничего не знаем. Но это, наверное, не наша вина, а наша беда, потому что время было такое, и нам никто не рассказывал, и некому было рассказывать. И слава Богу, в начале 90-х появились первые священники на Пинежье. Вот тогда и стали рассказывать, кто такой Иоанн Кронштадтский, наш земляк, и чем он знаменит. И вот в этом году собралось огромное количество народу. Это был великолепный, это был праздник. Люди испытывали такую благодать, вот каждый на себе, и каждый вынес свою частичку вот всех этих торжеств. Кто-то был в восторге от того, что он участвовал в службе вместе с Патриархом. Кто-то вот рыдал, когда шел к крестному ходу. В общем, у каждого свои впечатления. Но я думаю, что вот это, вот весь этот праздник, он еще раз доказал всем нам, пинежанам, а в первую очередь жителям Суры, что мы не одни, у нас есть, все идет по Божьему промыслу. Мы прошли период испытаний, и сейчас от нас зависит, будет ли в верхней части района жизнь. Батюшка все для нас делает. Он сыграл огромное количество людей и показал эту территорию, ее щедрость, ее красоту природную, ее людей. На самом деле люди, жители Пинежского района, особенно села Суры, очень старались. Вы знаете, проявив, ну, я не знаю, наивысший пилотаж гостеприимства, принимали у себя в домах, рассказывали, показывали. И Сура, она очень празднику преобразилась. Это тоже надо отдать должное жителям Суры. Татьяна Николаевна, я думаю, вот немножко попозже вот мы об этом. Просто, знаете, вот очень интересно, еще и нам, мало знающим людям, как начиналось возрождение. Потому что это было на ваших глазах. Мы-то об этом сейчас узнаем из книг и газет, а вы это видели сами. Вот у вас какие были впечатления, ощущения возрождения Суры? Это 90-е годы, да? Ну, да, 90-е годы, но вот конец 90-х, когда появилась Суря, уже женская община. И вот насколько эти молоденькие девушки, девчонки, образованные, интеллигентные, приехали на север, с юга приехали на север. И они испытали на себе все тягоды вот нашей суровой зимы. Как они ходили в лес и пилили дрова поперечной пилой. Как терпели насмешки от некоторых жителей, что вот они тут пытаются возрождать. Через все прошли. И молодцы. Вот это были первые шаги. И они доказали, что за ними стоит батюшка Ян Кронштадтский. Конечно, еще в 90-е годы и помыслить было нельзя, что могут быть такие торжества, посвященные Кронштадтскому пастырю. Возрождение памяти батюшки на его родине шло медленно и трудно. Во время подготовки к празднику в Суре мне довелось познакомиться с матушкой Мариамной Кожакарь, одной из 13 сестер, приехавшей в 1998 году в Суру из Алматы и Молдовы по благословению епископа Тихона. Они совсем юные, горели желанием возродить в Суре монашескую жизнь, восстановить порушенные храмы, построенные некогда отцом Иоанном. И матушка Мариамна написала об этом небольшую книгу воспоминаний. Это интереснейшее свидетельство, как фактически на попелище православная сестринская община совершала один подвиг за другим. Они восстановили в Суре Никольский храм, заново отстроили Никольскую часовню, купальню на святом источнике, Троицкий храм в Летовской роще, помогли в создании музея памяти Яна Кронштадтского, занимались православным просвещением сурян. Вот так постепенно возрождалась Сура. Яновские торжества явились и способом привлечь внимание к малой родине батюшки, чтобы ее восстановление продолжилось. И поскольку Татьяна Николаевна и Анатолий Юрьевич были участниками этих событий, и мне бы хотелось, чтобы вы поделились с вами впечатлениями. Перед началом праздника предстояла огромная работа. Конечно, все волновались. Был создан и в Суре оргкомитет, и в Архангельске, и в Санкт-Петербурге. И каждый комитет отработал на пять. Особенно постарался в Сурске оргкомитет, который понимал, что главная встреча и главный удар праздника будет на них. И вы знаете, это на самом деле был красивый, большой праздник. Общая соборная молитва. Вот такое чувство, что это был праздник, как сказал Анатолий, Сура в солнце. Такой здесь был, несмотря даже на ту переменчивую погоду, это был праздник солнца, тепла, доброты и любви всеобщей друг к другу. Люди друг к другу улыбались. И еще даже смотреть, это внутреннее состояние людей, духовное состояние. И если сегодня говорить о возрождении Суры, то посмотреть на экономическую Суру, то если раньше только говорили, что Сура может возродиться благодаря паломническому туризму, то этот праздник доказал. Потому что люди принимали у себя дома. Люди показывали все самое лучшее. Были проложены новые маршруты, составлены новые экскурсии, новые экспозиции в музеи, выставки. И люди, то, что они производят на этой территории, там чаи, сухие грибы, это все предлагалось гостям, и все это было оценено. А какие молодцы, какую культурную программу подготовили. Это вот тот показатель, что на самом деле батюшка дает нам еще один шанс. Он подталкивает, он собрал людей и показал свою родину со всех сторон. И сейчас только от нас зависит, как мы дальше будем работать. Насколько у нас желание, чтобы здесь была жизнь, и чтобы наши дети возвращались и жили здесь, и не забывали о Боге. Возродился Никольский храм. Совсем другой. Люди пришли, маленькое время, Успенский собор, никто даже не отозревал, что он такой огромный, что он такой величавый и масштабный. Когда там шла служба с патриархом, я не знаю, многие рыдали просто на службы от внутреннего состояния. Поэтому у Суры большое будущее. Я вот очень связываю, что это будущее будет не только в Суре, но и всего Верховья Пинишского района. Мы просто все подтянемся туда. И я думаю, что это еще раз хороший показатель. Нельзя, мы россияне, и мы не имеем права забывать о Господе Боге. Вот он с нами, он в душе, он за нами, мы за ним. Да, я хочу поддержать, что праздник там был организован очень хорошо. Я это могу сказать так, как я приехал немного раньше для того, чтобы подготовиться к съемкам. Основная моя задача была это снять приезд патриарха, его службу. К счастью, мне это удалось. Хотя, честно сказать, журналистов было настолько много. Все с камерами, начиная от мыльниц и заканчивая профессиональными камерами. Все друг друга толкали, хотя было неприятно, но я, как говорится, растолкал и снял патриарха. Хотя я и аккредитован был, но желающих снять, особенно службу, желающих снять было огромное количество. И суряне, понимаете, местные жители очень хотели, как говорится, живьем увидеть патриарха. У них это какое-то огромное желание было. И многие даже между ног пролезали, лишь бы только посмотреть на него. Действительно были такие ситуации? Мне кажется, было такое желание. Вот я стою и снимаю. Вот интересный случай. Я снимаю, стою патриарха, самого тут прижимают с разных сторон. И вдруг какая-то рука вот такая из-под мышки у меня вылезает с маленьким таким... С телефоном, да? И ищет, ищет, как бы сфотографировать. И я беру этот телефончик и направляю. Направил, и сфотографировал. И рука ушла так сама по себе. Чья это была рука? Да, чья рука я так не знаю. Приезд патриарха – это великий праздник для Суры. И я думаю, что... И для всего района это событие очень большое. И я думаю, что... Хотя до этого ведь тоже был патриарх в 90-х годах. В 90-х годах Алексей II к нам прилетал в Суру, приезжал, тоже его встречали. А вы тоже его видели, да? Да, конечно, видел. И пролетал над Веркалой. Но все это было как-то не в таком масштабе. А когда здесь собралось из 22 стран, большая иоанновская семья, так мы все себя чувствовали членами этой семьи. Да, что мы все плечом к плечу, как-то все рядом. И вот, знаете, эта общая молитва – это вот что-то. Мне кажется, это нам авансом, да, поучаствовать, подарком, да, который мы должны отрабатывать сейчас. Ну, и такие приятные очень мелочи. Хотя это не мелочи для организаторов. После службы было организовано на улице чаепитие с всякими выпечками и прочее. Это огромный стол был, наверное. Там несколько столов. Там несколько огромных столов. Вот так все красиво. И священники, и монахи там, и люди просто садились, пили чай. Особенно много было молодежи, детей, вот что нужно отметить. Вот все это, вы знаете, это радует просто. И дети участвуют в этом большом празднике. Все как, на самом деле, как одна семья. Большая иоанновская семья. Да, большая иоанновская семья. И Сура, наверное, почувствовал себя частью вот этой семьи. Сура, я думаю, что если уж мы-то в соседних тут поселках и деревень, а уж что чувствовали жители Суры, ну, молодцы. Большую работу проделали, большую. Ну, я думаю, что благодаря молитвам Иоанна Гронштадтского все-таки Бог коснется к сердцам сурям, которые еще не верят в Бога. Кто еще не пришли. Не пришли к Богу. Но я думаю, вот такими событиями и такими праздниками православными, которые будут проходить на ежегодные, я думаю, вот эти торжества будут проходить, может быть, не так величественны, но они будут, я надеюсь, проходить. То есть такие праздники нужны, конечно. Да, и Господь все равно коснется сердец сурян. И я думаю, что этим самым Сура будет возрождаться еще сильнее. Вы знаете, вот когда с Трастью уже по празднику вы улеглись, уже прошло какое-то время, кто от чего получил большие удовольствия? Удовольствие кто-то экономическом плане, кто-то от внутреннего состояния. И уже как бы идет такой хороший разговор. Давайте этот праздник делать ежегодным. Понятно, что масштаба такого не будет, но все равно сюда поедут большое количество людей. Потому что это Сура, как батюшка говорил, Сура, Сура дорогая. Эта земля явила миру великого святого, которого почитают во всем мире. Вот именно маленькая Сура явила миру такого батюшку, батюшку Иоанна Кронштадтского. А вообще появились помощники после Иоаннских торжеств? Вот кто-то откликнулся так, что вы почувствовали это? Вот в самой Суре, вы знаете, до того еще, до торжеств, уже многие жители из Санкт-Петербурга приобретают дома. И очень много, как бы реставрация храма идет на деньги благотворителей Санкт-Петербурга. И я думаю, что этот поток, этот ручеек, он не уменьшится. Наоборот, все, кто увидел, что требуется помощь, это отметили. И я думаю, что помощь будет идти и жители района, жители Суры стараются, и те, кто желают, чтобы побыстрее возродился, и родина, храмы, чтобы быстрее восстановились. Я думаю, что помощь будет. Она есть и сейчас, мы ее ощущаем. Буквально осенью я ездила вместе из Санкт-Петербурга со специалистами, которые готовят генеральный план на обсуждение в поселениях. Это тоже огромная помощь. Только Суре повезло в том, чтобы сегодня составить генплан, это огромные деньги нужны. Но вот благотворительный фонд взял на себя и подготовил, и вот приехали. Это великая помощь. Это очень большой план, рассчитан на 25 лет, где все расписано. Это уже реальные шаги к развитию и возрождению Суры, к ее развитию. А вот что, если говорить о генеральном плане, то есть что вам там наиболее важно, и что действительно необходимо сделать в первую очередь в житейском плане? Вы знаете, что в первую очередь это хорошо, что наконец-то получит поселение, каждое поселение получит свой паспорт, где четко будет обозначена жилая зона, административная зона. Если мы сегодня говорим о развитии паломнического туризма, то четко прописано, где будут гостиницы, где будут стоянки, заправки и прочие места. Все будет в этом плане, все отражено, которое нельзя нарушать. И не самостихийно, кто захотел и где что захотел сделать, а все будет идти по плану. Это хороший очень документ, который сегодня уже дает возможность при его утверждении, принятии, дает возможность участвовать поселению и в каких-то инвестиционных программах, в проектах, когда пока Сура у нас именится в этом плане. Но я еще думаю, что вот как раз там еще желательно бы, в первую очередь, нужен мост там, конечно. А о строительстве моста давно идет речь? Вот мост там, конечно, нужен. Мост через Пиннигу, да. Но вот он в генплане занимает одно из самых центральных мест. Без принятия генерального плана невозможно никакое строительство, потому что это большое техническое сооруждение, которое стоит примерно 2 миллиарда. Поэтому это серьезно, но работа по проектированию моста идет. Боготворители уже вложили порядка 22 миллионов, чтобы подготовить документы, чтобы делать все согласования. Работа, конечно, не останавливается, она идет. Но еще работы очень много впереди. И надо, чтобы и жители поселения тоже принимали, занимали не стороннюю позицию, такую потребительскую, а тоже принимали активное участие. Вот, например, на обсуждение генплана приходило не так много народу, хотя это жизненно важный документ для поселения. Вот, надо принимать активное участие, чтобы потом не предъявлять никому претензии, что за нас все решили. Так вот, я призываю всех жителей, будьте активны. Это наша с вами родина, это наша с вами территория. И только от нас зависит, насколько она будет эффективно развиваться. Татьяна Николаевна, Анатолий Юрьевич, вопрос такой. Вот уже идеальный образ Суры через несколько лет, много или мало, мы не знаем, Господь даст, да? Да. Вот какую она видится вам? Расскажите, пожалуйста, ваше видение. Вот я ее вижу белокаменной, светлой, красивой. Вот вы знаете, к празднику ведь как улицы преобразились, все дома покрашены, оградки покрашены. Вот такая вот светлая, но самобытная. Вот Сура, именинница. Вот такая вот красивая, уютная, белокаменная, зеленая. А я бы хотел видеть Суру такой, какой она была при Иоанне Кронштадтском, которая вся восстановленная, чтобы территория монастыря восстановилась, где были вот эти кельи для монашек, чтобы монастырь возродился, чтобы было там не 10-15 человек, монашек, например, да, которые будут молиться за Суру, за всю Россию, а 200-300. И вот когда будет это все, я думаю, что Суряне просто будут жить как в раю. Вот так вот. Ну дай Бог, дай Бог. Я благодарю вас за участие в программе, за живой разговор о нашем духовном наследии. И Анатолий Юрьевич Рябов, и Татьяна Николаевна Седунова – те люди, которые стремятся по мере своих сил и возможностей помочь развитию и процветанию любимого ими Пинежья. Дай Бог сил и успехов на этом поприще. Говоря об отце Иоанне Кронштадтском и о тех людях, которые трудятся во благо своих земляков, очевидным становится, что когда человеком движет любовь, то есть христианское стремление делать добро своим ближним, то с места можно сдвинуть горы. Потому что происходят чудеса, отменяющие законы земного порядка. В своих личных дневниках отец Иоанн оставил описание внутреннего пути, которым шла его душа, жаждущая добра, благодати и святости. Он писал, «Жизнь сердца есть любовь, смерть его, злоба и вражда на брата. Господь для того нас держит на земле, чтобы любовь к Богу и ближнему всецело проникла в наши сердца. Этого и ждет он от всех. Это цель – стояние мира». Поразмыслим об этом. А пока попрощаемся. До следующих встреч. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok